добрый день в этом видео я хочу рассказать вам про реальный случай установки настенного газового котла в городе пушкина московской области сделаю это на основе вот этой фотографии которые делал во время этого монтажа я выбрал мастера на одном из популярных сервисов по поиску таких вот мастеров при необходимости я могу за 300 рублей поделиться с вами контактами этого мастера тем более как вы видите по соотношению цена-качество мне установка этого котла с подключением коллектору с подключением к одной батареи с проделыванием дыры здесь сейчас вы видите обошлось всего лишь в 15 тысяч рублей по состоянию на вот начало 2022 года это естественно без материалов это только услуги этого мастера который приезжал в подмосковье ближайшие значит здесь мастер снял отделочные плиты потому что котел нужно крепить на несгораемых материалах естественно вас предварительно должны куплены быть все фитинги все необходимые запчасти все материалы желательно даже с запасом и дымоход внешний об этом я рассказывал в отдельном видео передать теперь непосредственно установка и так же вот здесь вот нам потребуется возможно пиломатериал для выравнивания поверхности опять же если у вас новостройка там все ровно как бы таких у вас проблем нету имеется виду новый например коттедж вы строите но здесь у нас старом доме мы ставили замен печного отопления значит мастер приехал конкретно этот в 10 утра и вот эта вся работа у него с перекурами без обедов заняла до там 11 вечера то есть это реально там 12 13 часов сначала он снял вот эти вот панели дальше он выровнял поверхность то есть правиль провел всю разметку того что здесь у нас нужно сделать и с помощью строительного уровня то есть потребуется там стремянка стул мастеру освещение необходимо здесь сделать подвести ну то есть чтобы мощные его там приборы можно было включать но в принципе не была бензопила и который не требовал там электричество дальше установили лист за 2400 рублей продается в леруа мерлен на вот эти направляющие деревянные саморезами они крепятся фиброцементная плита называется размер 600 на 1200 обратите внимание что вот эта вот не сгораемая часть она должна выступать по снипу на 10 сантиметров слева справа снизу а сверху аж на 70 сантиметров при этом если у нас высота потолка не позволяет то даст допускает сокращение до 50 сантиметров вот этой части значит снизу вас рекомендуем высота от нижней части котла до пола 90 120 сантиметров подчеркну рекомендуемая и ну здесь мы побольше взяли расстояние потому что здесь у нас еще будет хлебница стоять сам котел поставили самые распространенные он запасом по мощности buderus long max у 0 72 это брат близнец там аналогичного котла от боша вот так он выглядит сзади вот сейчас отдельные есть наверное ролики интернете пред котел не буду рассказывать меня удивило что здесь изначально как бы он без задней стенки идет вот и что нам удивительно нам продали котел двухконтурные на котором была этикеткой который был упакован в коробку от двух одноконтурного котла то есть нам еще как бы на 8000 дороже продали вещи вот но не буду сейчас про отличите котлов как бы это отдельное видео и мы все это подключали на дорогую металлопластиковую трубу риха у стебил которая вот алюминию алюминий сшитым полиэтиленом дальше значит мастер поставил вот такую вот металлическую пластину я ее купил за 1500 с чем-то рублей в все инструменты точка ру кстати в этом магазине удобно тоже как и беру а мерлен возврат ненужных фитингов там ненужных товаров в течение трехсот шестьдесят пяти дней если сна не сохранили заводскую упаковку не были вот употребление вот тоже здесь вот поставили с разметочкой дальше соответственно в чем еще преимущество когда вы мастер работает вы можете заниматься своими там из делами по хозяйству вот но на самом деле не надо пускать это все делалось на самотек нужно контролировать работу в частности нужно при необходимости укрыть какие-то важные вещи от строительной пыли вот я здесь включил даже старый воздухоочиститель открыл все форточки потому что вот эта бензопила пошла от нее вонь и пыль страшная вот когда начали пробивать эту дырку в стене в срубе обшитом фанерой и с другой стороны там еще было металлическое уже то есть утеплитель был утеплитель обшитые металлом вот но тут позаботиться чтобы у вас была запасная цепь вот точная для пензопилы и потому что тут такая тяжелая работа самая тяжелая часть за которой в принципе стоит вызывать мастера вот здесь с наружной стороны сложно бывает подойти потому что там снегом все завалено тоже можно поэтому мы ее вот с этой стороны делали подумайте про то что возможно здесь стоит утеплить стену какие-то неровности да вот именно при минеральной ватой вот но это все факультативно если стена ровная то у вас там такого не будет кейса опять же здесь нужно чтобы было освещено все хорошо чтобы здесь 10 раз в общем отмерьте один раз отрежьте вот в общем просверлили нам такую стену и такая вот дырочка у нас появилась и в металле и здесь сквозная получилось ну то есть здесь 25 сантиметров примерно вот так выглядит этот котел сзади и после этого значит здесь потребовались штатные кстати коротенькие установочные болты не подходят пришлось купить заранее длинные там 14 сантиметров толщиной 10 миллиметров и вот ставили этот дымоход коаксиальный и в нашем случае он выходил даже на соседский участок вот он стоил где две с половиной тысячи рублей иногда требуется гильза для его удлинения это такой дешевый вариант получается случае с другими котлами без принудительной вентиляции там большие толстые дымоходы там дорогущие требуется использовать дальше ну пленочку тут не рекомендуется снимать потому что здесь вот эти обратите внимание манометр это вид котла сверху вот сюда как раз подключается это самая труба коаксиальная да то есть она внешне по внешнему контуру заводится воздух по внутреннему горячие газы выходят частично сгоревший вот технические характеристики этого котла можете посмотреть упаковка вот так вот он висел он немножечко двигается здесь влево вправо да то есть немножечко свободно можно подвинуть выровнять даже после установки так вот он выглядит снизу снизу значит частый вопрос возникает вход здесь слева вот сюда подается извиняюсь господи выход горячей воды вот сюда вниз идет и теплоносители в батарее а здесь на 1 2 на водоснабжение до выход вот сюда обратно вода из водоснабжения возвращается при необходимости вот и сюда возвращается холодная вода из батарей здесь есть возможности подпитки этой системы вот мы здесь газовый естественно шланг есть разъем вот так вот все это выглядит снизу это сверху уже после установки ну потом еще листы металла соответствии со снипом обшиваем здесь провод средней длины я установил здесь сам вилку тоже ее нужно будет купить ну достаточно 10 амперку что не супер мощный 100 150 ватт всего лишь вот и купил также в одном из популярных сетевых магазинов со скидочкой сетевой фильтр источник бесперебойного питания но вся наша система она на самом деле то есть просто для устранения перепадов напряжения здесь чтобы в случае чего чтобы если скачет напряжение то она не повредила бы плату потому что плата дорогая вот но какие-то длительные отключения для нас не критично поэтому потому что мы решили заполнять систему теплоносителя 50 там 5 господи сколько там где-то примерно 55 процентов воды и 45 процентов этиленгликоли этиленгликоли кстати вредный не вдыхайте не пейте его ни в коем случае смывайте с рук если попадает с одежды с окружающих частей вот важные предупреждения значит здесь была у нас дискуссия с мастером насчет разъемных соединений есть два подхода одни считают что в принципе не нужны другие считают что лучше уж переплатить но иметь возможность этот котел быстро с там снять и его обслужить да отправить на ремонт отвезти куда-нибудь соответственно здесь вот поставили через вот эти соединители вот обратите внимание это то что нужно будет вам покупать здесь все на три четверти вот такие соединительные штучки название точно вам не скажу я не специалист да это там их путаю название это краны с американками для того чтобы все это хозяйство закрывать дальше здесь на обратке на обратной наверх возвращаясь теплоноситель стоит фильтр тоже не удалось не убедить мастера сделать схему в котором этот фильтр на горизонтальной трубе но вот в общем главное хотя бы чтобы стрелочка направления потока была совпадала с тем как он движется стрелочка нарисована на вот этом косом фильтре и здесь снова кран чтобы вот этот закрыть эту схему этот узел и прочистить при необходимости извините здесь мы купил тоже на авито коллектора вход три четверти выхода на евроконус так называемый евроконус это та вещь которая позволяет подключать кабель то есть трубу без дорогого обжимного инструмента расширительного просто закручив гайку вот но минус в том что при этом идет локальное сужение которое на котором теряется там немножко давление ну например где-то может 0 1 атмосфера зависимости от параметров этой системы вот то есть немножко теряется давление то есть но если это короткая ветка то это не критично здесь запорные кранчики на коллекторе установлено не шаровые а вот плавные вентили и также дополнительно купил по 700 рублей вот две таких два крепления валтыковский по моему для этих коллекторов дальше идем вот уже поставили 2 тут кранчики другого цвета чтобы было понятно что это обратная уже холодная остывший теплоноситель и в них вставлялись я выбирал прямые потому что угловые они в принципе дороже и на всех вот этих быстрых углах 90 градусов идет потеря давления поэтому если вам хочется красиво что все было таким прямыми углами то можно конечно купить переплатить там полтора раза грубо говоря вот здесь заглушки стоят и в перспективе можно эту систему удлинить но здесь у нас есть пока ограничение в виде двери может ее стоит там перевесить да там как-то еще что-нибудь сделать но пока в ремонт таком состоянии здесь у нас то есть система позволяет увеличение делать вот дальше что у нас происходило так еще раз выглядит система вот здесь вот этот дорогой обжимной расширительный инструмент прессы все эти вот этот вот расширитель здесь закуплен теплоноситель кстати немногие котлы позволяют работать на антифризе производитель здесь купили рекомендованный дорогой на авито со скидкой взял антифроген n вот рекомендуется будерусами в частности в концентрации 40 теплоносителя 60 воды вот я его купил 20 литров на вид так как я сказал на такие кронштейны крепятся батареи батареи учтите что если вы ставите на тиленгликоле то мощность там падает на 10 20 процентов зависимости концентрации поэтому я рекомендую для моего случая когда я приезжаю на дачу на выходные чтобы система быстро прогревалась помощнее взял радиаторы вот по ширине подоконник ну рекомендуется ставить вообще говоря радиаторы вот под окнами не буду сейчас углубляться в эту тему это отдельное наверное видео есть и здесь схема вот здесь вот был косяк у мастера он не обязательно обращать внимание на этих мастеров они хотят полегче вариант они хотят сбоку просто подключиться с так вот с этого это неэффективно случае длинных радиаторов иначе они у вас не будут прогреваться вот в этом в левой части да в данном случае поэтому здесь пошел вот по низу трубопровод и сюда он подсоединится так называемая диагональная схема также я поставил может здесь не совсем правильно стоит головка мастер поставил термостатическая головка то есть она позволяет регулировать температуру поддерживать постоянную температуру в помещении нужную вам там вот грубо говоря там нуля там градусов до 30 условно да вот ну гибко регулируя вот этим датчиком то здесь расширяется в нем жидкий или твердый составляющая и прижимает здесь такой штырек внутри этого вентиля вот здесь вот кстати нашлись у меня все-таки угловые фитинги ну небольшая на них тоже потеря давления и здесь переход на одну вторую шел с трехчетвертной трубы эту и здесь дополнительно в самой нижней точке но почему именно здесь сделать нужды случайно мастер разрезал трубу пришлось вот вынуждены здесь делать что-то то есть не было закупитесь на всякий случай равнопроходными фитингами на случай если мастер не там что-то отрежет вот чтобы не терять огромный кусок трубы и и здесь слив сделали в самой нижней точке потому что систему с теплоносителем отличным от воды нужно менять там раз примерно в пять десять лет максимум вот потому что он густеет распадается и так далее есть отдельные ролики на эту тему интернете тоже здесь предусмотрите слив чтобы насоса например ли самотеком это все слить крепится он на планках в соответствии с инструкцией тоже все это крепите и будет вам как бы счастье я кстати есть варианты когда допустим допустим 2 грубо говоря маленьких батареи либо одна большая я для того чтобы сэкономить на вот этих работах на фитингах поставил одну большую тяжелую 37 килограммов здесь на комнату метров 13 примерно до 3000 такой радиатор термохит в отдельном видео у меня про него рассказывается 3350 его мощность на воде на этиленгликоле меньше соответственно на 10 процентов и тысячи ватт вот вот так вот трубы крепятся на таких вот фитинг таких штучках тоже нужно их купить лучше с защелками иначе они будут выскакивать если вот здесь нет защелки спереди в экономичном варианте они могут выскакивать и таким образом получилась вот такая система и дальше мы начали наполнять ее теплоносителем ну если вы не хотите терять время то предварительно сделайте вот эту вот смесь в качестве воронки можно использовать как мы половинку полуторалитровой там или двухлитровой бутылки пластиковой разрезанный пополам потребуется либо ручной насос либо электронасос здесь дополнительно вот как раз мы подключили кранчик дополнительный на одну вторую нет на три четверти тоже для того чтобы заливать туда теплоноситель тоже который перекрывается экран и здесь вот с этим мы все обжали пресс фитингами расширили трубу и вставили вот эту металлопластиковую трубу здесь уже наставлена вот здесь она как раз на евро конусами с накидной гайки то есть здесь можно нужен только просто труборез и дальше уже просто навинчивается вставляется такой фитинг накручивается гайка и гаечным ключом простейшим все это затягивается очень удобно но небольшое сужение повторюсь вот эти краны смотрите чтобы у вас были закрыты хорошенько потому на всякий случай я их закрыл еще потом заглушками на тот случай если какой-нибудь ребенок их случайно откроет пока у нас не подсоединены другие ветви вот и дальше мы накачали до вот красной зоны вот здесь давление для того чтобы проверить что у нас нигде не течет этиленгликоли он более жидкий более такой текучий поэтому у нас к сожалению вот потекло это соединение и вообще говоря не факт что если давление вот здесь вот обратно спустится до кого-нибудь среднего там полторы две атмосферы рабочего что там будет как бы все хорошо вот тоже не факт что не будет течь вот на вот такие вот обжимные соединения очень надежные в отличие от таких вот просто то здесь может быть какую-то пасту дополнительную гидроаэробную применять нужно ну к сожалению придется видимо нам здесь перекрутить вот это соединение для этого как раз эта опрессовка и проводилась чтобы найти вот эти возможные слабые места ну чем больше длиннее системы чем больше соединение тем больше риск того что где-то что-то начнет течь тем более с и фитинги тоже и здесь кстати гайки бывают и металлические и вот из этого материала сложного проверяйте размеры чтобы газовая служба не придралась и и трубопровод нужно прокладывать так, чтобы он не мешал каким-то другим открываться дверям ну и делайте какие-то запасы под отделку если она у вас еще не готова ну вообще по-хорошему, конечно, нужно ставить уже после финальной отделки и на самих радиаторах может быть пленка установочная которая может потом на финальной части снять, если у вас там какие-то красочные работы, пыль какая-то идет вот такие дела, вот такой вот у нас получился результат, напоминаю, что вы можете все это мне обошлось работа за сутки делали обошлась она мне чисто заработая в 15 тысяч рублей могу порекомендовать мастеров Пушкина вот за 300 рублей на текущий момент пишите переводите деньги на карту и как бы контакты этого мастера рекомендую он все сделает имеет необходимые инструменты даже когда какого-то кранчика там не оказалось он быстро там своему напарнику позвонил тот привез этот кранчик и допустим насос он забыл насос забыл, что нужно закачать систему теплоносителя ну не прочитал условия внимательно вот и ему привезли то есть цепь у меня оказалась запасная к пиле вот такие дела спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо за внимание Продолжение следует...